Это напольное зеркало когда-то стояло в офисе Копикус. Считается, что его привез Иосиф Федорович, директор-распорядитель и председатель правления акционерного общества «Кузнецкие каменно-угольные копии». А это уникальная книга «Диоптра» или «Душезрительное зерцало» – сочинение византийского монаха XI века Филиппа Монотропа. Появилась в музее совсем недавно, в конце XX века, но была написана в 1795 году. Также следует обойтись и на произведение Салтыкова Щедрина, поскольку это уникальное издание и было издано еще при жизни автора. Ну а всем известное зеркало попало к нам как раз-таки через акционерное общество «Копикус». Считается, что к нам его привез сам Федорович. Всего в Ленинск-Кузнецкой экспозиции «Сокровище Кузбасса» представлено порядка 400 экспонатов. «Представлены предметы русского быта. Это туеса, самовары, элементы традиционной русской одежды. Также представлены предметы, которые находились практически в каждой избе. Это печь, которую считали кормилицей, матушкой. Красный угол обязательно находился в каждой избе. Стол, который был обязательно украшен и на котором располагались различные угощения, в том числе свежеиспеченный хлеб. Также эта выставка показывает о том, что для нас прежде всего сокровища – это русские традиции, например, гостеприимство. Не даром говорили на Руси «Красная изба не углами, а пирогами». Всю неделю во всех 43 музеях региона будут работать выставки «Сокровище Кузбасса», где представлены самые необычные цены и редко демонстратирующиеся экспонаты. Также проходят встречи с деятельными науки, культуры и искусства, экскурсии и исторические игры. Екатерина Морозова, Василий Обухов, Реоленинск.